Проект по безопасности дорожного движения РС-10 работает в регионе уже второй год. Благодаря масштабным пиар-акциям многие ивановцы обзавели с детскими удерживающими устройствами. Стали чаще пристегиваться ремнями. Весной прошлого года с ремнем ездили около 52% водителей и пассажиров. О нынешней ситуации и о том, что от проекта ждать в этом году, журналистам рассказали на пресс-конференции. В апреле 2012 года уже 75% водителей пристегнуты ремнем безопасности. То есть рост составил 23%, что следует считать существенным результатом. В этом году работа с водителями и пешеходами будет продолжена. Особое внимание будет уделено сотрудникам автошкол. Для преподавателей уже сейчас организованы специальные семинары, где обучают оказанию первой медицинской помощи. По статистике только 7% водителей могут оказать помощь пострадавшим на месте ДТП. Потому как этому важному вопросу в школах не уделяется должного внимания. Да и если говорить о подготовке водителей в целом, в Иванове она очень плохая. За первое полугодие из 4 тысяч человек этого года сдали теоретический экзамен по правилам дорожного движения 3441 человек. То есть 83,5%. Практический экзамен по вождению с первой попытки сдал всего 32% предъявленных, так сказать, экзамену обучающихся. Это говорит, что все-таки уровень подготовки в наших школах достаточно низкий. И самое главное, ну это, наверное, мое личное впечатление, что, может, они их научат не путать педали и рычаги, но то, что думать за рулем в какой-то профессиональной, скажем, водительской этике не учат совершенно. Большинство аварий на территории региона происходит по вине автомобилистов, чей стаж вождения не превышает трех лет. В этот адаптационный период плохо подготовленные водители еще и осознанно нарушают правил дорожного движения. Несоответствие скорости. Основная причина. 53 дорожно-транспортных происшествия. Это, опять я повторюсь, с водителями, которые имеют непродолжительный стаж до двух лет. Несоблюдение очередности проезда. Вторая причина. И в этом году мы наблюдаем рост на 85% фактов выезда на полустречного движения. Хочется верить, что в ближайшее время всего этого на дорогах станет меньше. Уже в этом году, наконец-таки, заработают видеофиксаторы скорости. Деньги на это областная дума выделят в самое ближайшее время. Гораздо эффективнее пока работают регистраторы в машинах самих автовладельцев. Благодаря таким записям и активной гражданской позиции некоторых ивановцев, двое лихачей в августе лишились своих прав.